К нашему эфиру присоединяется Питер Золмаев, эксперт-международник. Он уже с нами на прямом включении. Питер. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Здравствуйте, Питер. Питер, давайте обсудим с вами продление на один год санкций. А почему их нужно продлевать? Вот объясните, пожалуйста. Нам казалось, что ввели и они действуют, пока Россия не исправится, пока в России не сменится режим. На самом деле, большинство из этих санкций, они действительно ограничены временем. То есть у них, вы помните, с 2014 года не только США, но и Европа постоянно продлевают санкции. Потому что, собственно, и смысл санкций в том, чтобы каждый раз, когда заканчивается и срок действия, посмотреть, выполнила ли страна, которая была им подвергнута, те обязательства, которые позволяют потом их снять. Поэтому, ну, вы знаете, в целом, вообще нужно сказать, что все санкции, которые были приняты за все это время, разумеется, имеют ограниченное влияние на ход военных действий. И является, я сказал бы, такой вот бомбой замедленного действия для российской экономики, как мы это видели вот на примере Ирана. То есть то, что, собственно, не сделает невозможным для Путина продолжение войны в Украине, но, по сути, вводит его экономику вот в такой период долгой, застойной. Есть такая понятия инфляция, есть стагнация, стагфляция. То есть это и стагнация, и инфляция одновременно. То есть такое вот сползание в иранскую и северокорейскую модель, при которой можно жить, в принципе, можно жить, можно жить достаточно долго, и режим будет продолжать свое существование. Но, по сути, Россия уже откатилась много позиций назад, что касается своей экономики. Питер, еще вот такой вот вопрос касаемо желания России. Это те переговоры, о которых они громко, но тихо заявляют, и они хотят все-таки прекращения огня и позиций, которые заняли. Например, Антони Блинкин, у него своя версия развития событий, он говорит, что никаких переговоров и быть не может. Скажите, пожалуйста, насколько сильны такие позиции в Америке, и кто противостоит этому мнению? Ну, во-первых, можно сказать, что это мнение сейчас, вы знаете, оно кристаллизуется именно в качестве оппозиции, позиции Китая. Именно вот Китай сейчас пытается уже, знаете, вдохновленный своим успешным опытом миротворчества на Ближнем Востоке. Я сейчас говорю об этом мирном договоре, об восстановлении, по сути, дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией с вечными врагами. Вот Китай сейчас вот думает, что, возможно, получится и на восточноевропейском, российско-украинском поприще тоже продемонстрировать некие успехи. И то, что, как видит Китай, результат своего миротворчества, он явно не подходит США, потому что Китай, разумеется, все равно руководствуется интересами своего младшего партнера России. И для него мир или устойчивый мир будет означать все-таки серьезные территориальные уступки со стороны Украины. После того, как Запад в течение этого года, больше чем год, истратил столько риторических своих сил, финансовых, военных, с одним простым месседжем, что прецедент изменения границ суверенного государства силой полностью переворачивает, скажем так, послевоенный наш мир. И всю архитектуру безопасности, на чем построен наш сейчас мир, и это очень-очень опасно. Поэтому, разумеется, вот очень сложно сейчас Западу поменять свою риторику и начать соглашаться с тем, что вот территориальные уступки на то, что сейчас надо для достижения этого мира. Поэтому тут тоже нужно понимать, что это такой некий треугольник. Тут развита Россия, тут США и тут, разумеется, Китай. Тем не менее, знаете, западные чиновники и, в частности, Блинкин все равно оставляют некие такие лазейки. Я думаю, что делают это правильно, в том числе и для самой Украины, потому что смысл здесь его риторики в том, что Украина должна решить, на каких основаниях и при каких условиях она может начать думать уже о мире. И вот, несмотря на то, что последнее заявление Блинкина, он сказал, что даже и Крым, то есть остается недопустимым, если Украина не считает правильным его, скажем так, отдавать взамен на мир, значит, вот так оно и должно быть. Тем не менее, он эту лазейку для себя сохранил и для Украины, в том числе, когда сказал, что дипломатия, именно дипломатия все равно еще сыграет свою роль. Я буквально его сейчас цитирую, потому что Киев, допустим, может решить не возвращать все свои территории военным путем. Такое вот, знаете, это то, что называется читать между строками. Это очень важная, мне кажется, его заявление, чтобы опять-таки дать возможность и поле для маневрирования Украины, если она решит, что, допустим, возвращение Крыма может быть осуществлено не военным, а каким-либо другим, в том числе, дипломатическим путем. Но в то же время Российская Федерация выражает уже свою готовность к мирным переговорам, но очень странным образом, как обычно, глава российской дипломатии Лавров сказал, что они готовы к мирным переговорам, если они будут основываться на новом миропорядке. Вы можете перевести на нормальный человеческий язык здорового дипломата? Что они имеют в виду? Ну, новый миропорядок, опять-таки, из уст Лаврова и того же Путина, это миропорядок, который основывается на праве сильного. Might makes right. То есть такое выражение в английском, то есть это, по сути, означает власть сильного. Все это время, вот после захвата части украинских областей, вот российская сторона утверждает, что есть некие новые, что называется, facts on the ground, такие новые установившиеся факты, новый территориальный статус-кво, который, по сути, отрезал Украину от доступа к Азовскому морю, ну, разумеется, Крыму и весь Крым, Тонбасс, то есть сколько, почти 20% территории Украины было захвачено. Вот этот новый мир, о котором говорит Лавров, он должен базироваться именно на этой реалии, что если нам позволили силы оттяпать территорию с определенного государства, вот это мы живем в новом мире, который это позволяет делать. При этом он продает, знаете, такой антиколониальный, антипериалистический месседж в страны третьего мира, так называемый, простите за, может быть, не совсем политкорректный уже этот термин, я имею в виду Латинскую Америку, страны Африки, что, мол, Россия тут борется за свой суверенитет. Но, опять-таки, российский суверенитет сводится к тому, собственно, что, опять-таки, сила сильного, право сильного, простите, и еще тут присовокуплю тот постоянный такой слоган-девиз, который мы слышим от российских пропагандистов, что территория России, граница России, нигде, как бы, то есть, территория России нигде не заканчивается, и границы постоянно расширяются. Вот это и есть концепция, собственно, России. Поэтому, естественно, очень сложно понять, что означает этот новый миропорядок. Скорее всего, он, я бы назвал новым мировым беспорядком. Беспорядком. И, собственно, Россия является сейчас самым таким, знаете, активным пропонентом этой новой концепции и несет миру настоящий хаос. То есть такое планомерное навязывание своих новых правил, да? То есть, чтобы привыкали уже к тому, как они видят и хотят видеть. Представьте себе этот прецедент. Что это за прецедент, таким образом? Если Россия утверждает, что Украина – это историческая часть России, и языки русский, украинский вообще, если не одинаковые, то совсем близкие. И поэтому вот в России есть все претензии и все привилегии, скажем так, и на территории, что касается территории Украины, то это открывается такой вот ящик Пандоры в целом ряде стран. Да, почему? Италии, как знаете. Вот вы, Катерина, хорошо знаете эту страну, жили там и славеете итальянским. Ее можно назвать правоприимницей вообще Римской империи, латинского языка, как, наверное, главной составляющей этих вот, знаете, этого романского мира, скажем так, куда также входят и Франция, и Португалия, Испания, и Румыния. Почему Италия завтра не заявит, что это все исконные территории, и она как правоприимница Римской империи должна отвоевать себе и Испанию, и Португалию, и Каталонию, и Румынию и так далее. Это просто один пример, таких примеров по миру крайне много. Вот Путин в своей риторике об этом неком новом миропорядке, собственно, и подводит к тому, что вот все эти вопросы будут пересматриваться, и ни одна из стран, которая соседствует с большим и более сильным военным, военным в смысле в том числе, соседом, не может спать спокойно. Да, мы знаем, чем заканчиваются истории империи, поэтому... О новом миропорядке Путин может только мечтать, но вот Си Цзиньпин, похоже, начал его выстраивать. Последний визит Эммануэля Макрона в Пекин. Многие эксперты говорят о том, что Си Цзиньпин начал расшатывать Европу и выводить некоторые страны Европейского Союза из-под влияния Соединенных Штатов Америки. Видите ли вы эти сигналы, и как будут действовать США? Ну, по крайней мере, попытки эти действительно ведутся. И, разумеется, Си Цзиньпин был крайне воодушевлен тем фактом, что Макрон привез с собой в делегации представителей около 50 французских компаний, разумеется, которые или уже имеют, или хотят иметь экономические связи с Китайской Народной Республикой. Вот многие эксперты, французские эксперты обратили внимание на то, что, собственно, это немножечко подрывает, когда я говорю «немножечко», я говорю это в кавычки, подрывает месседж Макрона о том, что, собственно, главным остается сейчас украинский вопрос. Он это пытался поднять. Но вот знаете, когда он привозит такой вот с собой антураж бизнес-лидеров, это немножко подрывает этот месседж, потому что это как бы открывает поле для экономической деятельности вот в отрыве от вопроса Украины. То есть да, если даже вы, то есть такой вот месседж Макрону, остаетесь союзниками России и не хотите по-настоящему влиять на процесс, на войну в Украине, и как-то повлиять на Путина, чтобы он ее начал уже сворачивать. Тем не менее, мы все равно, вот бизнес есть бизнес, да? It's only business, как говорят, опять-таки, в Штатах. То есть мы можем и будем продолжать с вами отношения, потому что, ну, Китай — это важная составляющая мировой экономики, и мы не можем себе позволить с вами не торговать, не иметь дела. Поэтому тут двоякий такой месседж. Кое-что все-таки Макрон добился риторически, и было совместное заявление, где, опять-таки, было уже в очередной раз заявлено о недопустимости ядерной войны, использовании ядерного оружия, а также о необходимости прекратить террор против гражданского населения. Это тоже некий такой сигнал, и российские пропагандисты, им уже пришлось поплатить и пытаться как-то отреагировать на это, вот встав в такую вот защитную позу. Но, опять-таки, да, как вы, Алексей, правильно заметили, Китай действительно крайне активизировался на дипломатическом фронте. После этого успеха, по крайней мере, на начальной стадии этого медиаторства между Юрадом и Саудовской Аравией, вот сейчас Китай начинает пытаться, как вы сказали, расширить эти противоречия в стане Евроатлантического союза между англосаксонскими державами Британии и штатами, с одной стороны, и континентальными европейскими. И, собственно, давайте еще заметим, что это и есть краеугольным камнем российской дипломатии, вот тоже попытаться посеять вот такой вот, знаете, раздор между западными союзниками. Ну, по поводу ядерных заявлений Си Цзиньпиня, надо внимательно в ближайшие недели следить за руками двух ядерных шулеров Путина и Лукашенко. Посмотрим, угомонит ли это их риторику о новой ядерной войне. Спасибо вам огромное. Питер Залмаев присоединялся к нашему эфиру. Хорошего дня вам, Питер.